Поселок Мизмай. Кажется, будто находишься на краю света. Дорога в населенном пункте, где живут чуть больше тысяч человек, заканчивается. Дальше лес и горы. Местные долгое время жили практически в отрыве от цивилизации. Гравийную дорогу разбивало оползнями. И путь в ближайшую станицу Нижегородскую в 15 километрах превращался в экстремальное путешествие. Людей доставляли оттуда автобусом, большим таким Уралом грузовым, который везде проходит, где-то тонет, где-то вылазит и так далее, так далее. Чтобы построить современную заасфальтированную дорогу к Мизмаю понадобилось два года. Теперь в любую погоду из поселка в соседнюю станицу можно добраться минут за 30. Участок открылся в этом году. Первая масштабная проверка во главе с губернатором. Венимин Кондратьев проехался по серпантину. Отдельного внимания заслуживают подпорные стены, защищающие от падающих камней и систему отвода воды. При выпадении осадков через 5 минут вся вода будет здесь вот как. Будем надеяться, что на самом деле и через лет 100 вот так оно все будет и дорога будет. Потому что то, что мы видим, на самом деле очень мощное дорожное сооружение, я хочу сказать, которое позволит эту дорогу эксплуатировать и на самом деле оставаться очень долго-долго к качественной дороге. Это дорога жизни во многих смыслах. И для мизмайцев, и для Абширонского района в целом, чья экономика должна поехать в гору, получив подобную транспортную артерию. Речь в первую очередь о развитии курортов. Мизмай, Гуамка, Лаганаки – красивейшие места, но труднодоступные и не связанные друг с другом напрямую. На совещании по модернизации транспортной инфраструктуры региона Венимин Кондратьев замечает, переходить к проекту дороги Мизмай-Лаганаки можно только в том случае, если будет реальная концепция развития всей территории. Понимание должно быть четко. Если мы строим многомиллиардную дорогу, то зачем? Покажите мне кластер, вот тот городоклиматический кластер, курортный кластер. А в противном случае просто так раздать эту землю, которая сегодня есть в Лаганаке, кому-то под дачки, потому что дорога будет хорошая, а даже больше, чем хорошая. Так не пойдет. Говорили и о подъездах к Черноморскому побережью. Прошлым летом автотуристам со всей России приходилось часами стоять в пробках в районе Джубги. Водители жаловались на ремонтные работы на трассе и реверсивное движение в разгар курортного сезона. В этом году губернатор запретил после 15 июня проводить ремонт на проезжей части по пути на море. Дорожники пообещали, всю технику уберут на участках М4 Дон и трассе Краснодар-Верхнебаканский. То, что касается участка Дефановки до Горского, у нас там остался один реверс, это в районе участка села Горского. До 1 июня мы уйдем оттуда. Андрей Тович, вот возьмите под личный контроль. Мы в любом случае, коллеги, с землей с вами поедем по всем этим направлениям, обязательно проедемся. То есть там будут работы вестись, ямочные какие-то вещи останутся и будем что-то там обсуждать. Если будет трясти меня, я буду трясти вас. В этом году в Краснодарском крае отремонтируют 580 километров региональных трасс. Один из масштабных проектов – строительство обхода станиц Ленинградской. Это 19 километров новой дороги и 4 транспортные развязки. Деньги предусмотрены из дорожного фонда. В копилке на весь край 23,5 миллиарда рублей. В муниципалитетах тоже должна быть максимальная прозрачность при расходовании средств на строительство дорог. В каждом муниципалитете жители каждого района должны знать, что у них строится, какие дороги и сколько на это уходит средств. Что касается муниципальных образований, то каждая улица будет опубликована. Обубликуйте конкретно подрядчиков, сроки, какие дороги будут ремонтироваться. И на сайте Минтранса тоже. Напомнил губернатор и об ответственности подрядчиков. Если на гарантийной дороге появятся ямы, латать дыры строители будут за свой счет. Но переживать дорожникам не стоит, если асфальт окажется таким же прочным, как и обещание провести курортный сезон без транспортного коллапса. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Обширонский район.